Привет всем, дорогие друзья, с вами Криптор. И сегодня у нас достаточно необычное видео. Мы сейчас находимся в одном из торговых центров Чехии. И вы спросите, что мы здесь забыли? На самом деле у нас сегодня будет одна миссия. Мы сегодня будем покупать биткоин. Причем делать это будем достаточно необычным образом. Мы будем пользоваться банкоматом. А именно специальным банкоматом, который называется Биткомат. Вот он белого цвета. Мы сейчас к нему подходим. Он находится рядом со стандартными банковскими банкоматами. С помощью этого банкомата можно купить биткоин. И также можно еще и купить лайткоин. Причем можно это сделать как за наличные средства, так и с помощью кредитной либо дебетовой карты. Здесь мы можем выбрать язык. У нас есть 4 языка. Русского нет, к сожалению. Но мы воспользуемся английским языком. Мы переключаемся. И, соответственно, интерфейс сейчас меняется на английский язык. И видите, у нас есть вкладочки. Купить биткоин, снять биткоин и еще и redeem. Мы сейчас попробуем нажать на купить биткоин. И видите, здесь можно купить от 200 крон до 25 тысяч крон. Причем сразу же указывается курс за один биткоин. На данный момент 157 тысяч копейками крон. Мы нажимаем купить. И также здесь выбираем либо биткоин мы хотим, либо мы хотим купить лайткоин. Нам сейчас нужен биткоин, поэтому мы выбираем биткоин. И смотрите, даже если у вас нет кошелька, да, можно воспользоваться такой функцией create a new wallet. То есть создать новый кошелек. Соответственно, банкомат вам сразу же распечатает некий чек, в котором будет указан и публичный ключ. То есть ваш публичный адрес биткоина, да, и приватный ключ. То есть он для вас создал фактически новый кошелек. В дальнейшем вы сможете импортировать этот приватный ключ в любой кошелек, да, в любое приложение биткоин кошелька. Но поскольку у нас есть свой кошелек уже, да, заново созданный, соответственно, мы этим не будем пользоваться. И мы купим биткоин на уже наш заранее созданный кошелек. Мы возвращаемся обратно в меню, нажимаем buy coins, то есть купить монеты. Здесь нам опять указывает на какую сумму мы можем купить. Теперь мы снова выбираем, что мы хотим купить именно биткоин. И на этот раз мы воспользуемся функцией scan QR-код, то есть отсканировать код, да. И, соответственно, банкомат нам покажет, куда нам нужно, как нам нужно отсканировать код. То есть нам нужно взять телефон, соответственно, его туда подложить и отсканировать наш QR-код. То есть именно наш публичный кошелек биткоина. Соответственно, я достаю телефон и прикладываю краном именно к тому месту, где нам банкомат хочет отсканировать наш QR-адрес. И вуаля, соответственно, наш публичный адрес кошелька уже находится на экране. Мы его проверим на всякий случай. И, соответственно, приобретем биткоин. Отправим его именно на этот кошелек. Приобретать мы будем сегодня биткоин за наличные. А именно мы воспользуемся национальной валютой Чешской Республики. Это чешские кроны. Пополним сегодня на 1000 крон. 1000 крон – это приблизительно 45-50 долларов. И, соответственно, мы вставляем эти деньги в банкомат. И буквально через минуту-две эти денежные средства отправятся нам на кошелек. Сейчас нам сразу же показывают на экране, что мы хотим отправить 1000 крон. И сколько это будет биткоина. 2 0 до 63 биткоина. Мы нажимаем finish – закончить. И, соответственно, транзакция у нас будет отправляться. Нам нужно распечатать чек на всякий случай. И на чеке опять будет указана вся информация. Какую сумму мы отправили, на какой кошелек, когда это было сделано. Давайте посмотрим. Видите, сверху у нас адрес, на который мы отправляли биткоины. У нас указано, какое количество биткоинов мы получим и какую сумму мы потратили в кронах. Здесь можно купить и лайткоины. И на самом деле это не один единственный банкомат Чешской Республики. Их достаточно много. Вот, допустим, еще один банкомат биткоина. Да, уже в другом торговом центре и другой компании. В принципе, работает все аналогично. Здесь мы опять-таки выбираем язык. Русского нет, но мы пользуемся английским языком. Здесь мы также, соответственно, выбираем, что мы хотим. Либо купить биткоин, либо продать биткоин. Но он мне не очень нравится. Здесь у нас указывается курс. Он мне не очень нравится тем, что здесь нужно соглашаться с какими-то условиями. То есть перед тем, как мы хотим купить, либо продать биткоин. Соответственно, нам банкомат показывает условия использования. И огромное количество текста, которое нам нужно прочитать и с этим текстом ознакомиться. И я им не стал пользоваться. Здесь отсканировать код можно вот таким вот образом. Сразу же у нас включается камера. И здесь, конечно, это удобнее реализовано. На этом, пожалуй, все. Спасибо всем за просмотр. Обязательно ставьте лайки, дизлайки. И пишите комментарии, каким бы вы хотите видеть следующее видео. Да, я хочу быть максимально полезным для вас. И знайте, что на самом деле есть очень много мест, где можно купить биткоин за наличные средства. И сделать это относительно анонимно. Еще раз спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok